это так это утка хочу у нас гуси дикие есть о нифига какой прикольный красивый нифига как он у тебя не убежал он запутался ой блин подожди сейчас я еще сфот и прикольный гусь привет мой блин он как ручной а у него смотри вот здесь вот что-то какое-то на наш на это тоже спит его лишь на клюве привязка это оранжевая но я не знал что гуси ездили дикие хорошо ветерок обдувает ну да наш пляж как бы затопленный ну ничего вода в принципе мутная конечно но не такая уж она и грязная ой как хорошо ветер не мошки ничего наверное палатку вот на возвышенности поставлю как всегда ставил нормалек погода чудная вообще с ветерочком прошлый раз вот здесь оставил ну тут что-то сыровато зато тут с двух сторон деревья можно было натянуть хорошо тент и все но там берег прям подтопило конкретно тут спуск неудобный к воде слишком резкий поэтому наверное все таки там поставлю палатку тут вот глины дофига это на грязная уже вода да там наверно поставим начинаю я собирать палатку то самое наше часто излюбленное место самая высокая тут колоночка стоит телефон наверх кладу чтоб интернет ловил ну вот воды как бы много мужики там купались кричали что вода хорошая такая красота сегодня машка есть домашки много но я набрызгался дымокур поставил и но перестали кусать оводов пока не видел пока вроде нету их сейчас будем все распаковывать все натягивать плохо что деревья только с одной стороны когда с двух сторон то легко натягивается все так мы попробуем до тех дотянуть веревки если хватит чтоб тенты мне тут палки перекладины не ломала там у нас вроде на хекцире дождик уже может начаться пока еще солнце светит жарко палатка уже ставится дымокурчик дымит установлю установлю палатку и в принципе мне не страшен дождик солнечные батарейки пока заряжаются пока есть солнце только сказала солнце пропало пускай заряжаются хорошо ветерочек дует прелесть колонку еще не включал не могу найти флешку куда засунул ну все первый слой палатки стоит он блин выскочила вон это планка ладно сейчас буду 2 сверху одевать защитный дождевой рукой не ставлю ладно дымокур у меня тут кстати из-за ветерка особо не долбит наше озеро мужики которые купались уже уехали пока я тут один не считая вон тех пассажиров в самолете волны плещутся ну чтоб меня тут затопило тут подъем должен быть как минимум наверное на метра два дорога там тоже высоко поэтому боятся того что отсюда не выберешься но не стоит дорога еще выше то очень красивая радуга я так понимаю там дождь льет но это где-то сторона хихцира да прям такой кусочек маленький радуги нас тут пасмурно но в принципе зато не жарко ветерок мошка которую ветер отгоняет слава богу берег вот красивая радуга кусочек радуги смеркается но как быть темновато не может найти резкость о вроде нашел так ну вот натянул я вот от тех деревьев до этих деревьев на них зацепил тент пока его не ставлю не цепляю потому что стойки поломают ветер достаточно сильный палатка уже все внутри это будет солнечный тент у меня отражающий специально перед палаткой натянуты чтобы жарко не было днем он дырчатый поэтому ему как раз ветер не страшен в палатке пока бардачок еще пока только начал запихнул туда все здесь еще тоже пока ничего не обустроил дымокур у меня лоток из-под яиц или как нам называются на улице хорошо не жарко хоть видите как парусит еще его чтоб не порвало пусть лучше пока поболтается так первая ночь успешно прожито кстати стадикам валяется я снимаю с руки это у меня такая штучка которая мошку убивает повесил ее пониже вот смотрите сегодня пасмурно тучи а панель солнечная выдает 15 вольт поэтому сейчас подключу и буду подзаряжать эту паэрбанки вчера все все посадил так мне еще бардак такой проснулся сегодня в обед естественно ночью долго не спал ночью был сильный ветер он конечно мне тент начал опять порусить и срывать все пришлось тент снять прохладно конечно улице но придется идти умываться в такой дубочине поэтому такой дымокурчик развел вообще у меня дымокурят вот такие вот свечи видите вот они в такой ветер быстро уносит от них дым поэтому от костра дымокур гораздо продуктивнее ну вот тент вон он свернут здесь вот натягивал но он прям как парус его просто рвет поэтому висит до хорошей погоды пока не стал его отвязывать болтается такой мне газовый нагреватель на баллонах баллонов из сапу набрал поэтому ночью сегодня всего один баллон из расходовал достаточно тепло было ветер только выдувает а так нормально и угадайте почему у меня шарики в палатке не угадаете потому что меня все напугали медведями и тиграми а петарды я купить не успел потом будем взрывать шарики будем включать колонку и будем стучать в этот самый как его господи котелок ну если конечно нас не съедят во сне вот так вот в палатке очень тепло я уже здесь на проветривание открыл и здесь у меня марля тоже там не открываю там кусты 1 мошка будет налипать мошки очень много но в силу того что ветер хорошо разгоняет и кстати говоря стандартно палатки идут палатка это хорошая только кармашки и только вот такой вот крючок по центру для лампы но каркас очень прочный вот я сейчас силой тяну его поэтому я конечно дома подумал и нашел везде вот таких вот крючочков везде по по всей крыше по всему периметру и теперь могу сюда цеплять все что хочу это очень удобно и сушить можно вот веревочку вот эту вот натягиваешь между ними и на веревку можно повесить что-то посушить поэтому за китайцев додумываем так сказать а здесь когда висит лампа по центру она меня все время бьет по голове поэтому я на этот крючок вообще сейчас ничего не вешаю так и очень удобно конечно что три двери окна захотел сделал дверь захотел сделал окно захотел закупорил три слоя так у нас ночью вечер палатка костер тлеет вертолеты летают охраняют так тут у меня по периметру стоят подсветки их плохо тут видно они будут до утра работать она здесь стоит подсветкой с другой стороны палатки тоже не знают для спокойствия что ли потому что в палатке свет гасишь и снаружи видно периметр более-менее камера не передает их тоже здесь подсвечено все потому что в руках у меня мощный фонарь но конечно видно вот такой вечер по поводу этих желтых пластин я думаю догадались да это китайцы выпускают липкие такие чтоб к ним прилетали ой это прилипали все насекомые не особо они липнут конечно больше ко мне не липнут но пускай висят во-первых виднее всех стропы натянуты нигде не натыкаешься на них лягушки запели подпевают так короче так очередной день утра просто лил проливной дождь невозможной затопило палатку изнутри сверху то она не мог не то вот вода стоит не уходит пришлось подкапывать вот здесь чтоб вода немножко ушла сейчас то солнце то нет солнца поэтому панели стоят может быть маленько заряжусь я достал стадикам наконец-то я что-то справиться с ними не могу плохо видно рыбаки которые вчера были с ночевкой уехали сегодня видать дождь их напугал видите окопал всю палатку со всех сторон были подкапывал вот лучше так было не жарко но с другой стороны заряжать надо аккумуляторы солнце нужно сильно для наших конечно погодных условий лучше тент вот такой покупать который для дач для растений продается он такой полупросвечивающий не от дождя но зато ветер его не рвет не срывает спокойно продувает зато он защищает очень хорошо от солнца от жары ведь он просвечивает весь это три на шесть метров ну специально брал что в палатке жарко не было я между прочим сейчас в одних трусах ну как бы прохладно но все-таки лето поэтому уж такой прям холодины нету ты сейчас пойду ополаскиваться это да а я пойду в таком ветер в такой ветер будет холодно вода сегодня еще выше стало вчера тут было сухо сегодня то что вода высокая меня не пугает как раз если что-то палатки тут еще метра два вряд ли она так поднимется так вчера я хотел рассказать что что у меня вот здесь вот два две веревки идут вот за это дерево зацеплены ветра были сильные иначе у меня бы все стойки переломала а так за счет деревьев а вторая сторона зацеплена аж вон зато дальнее дерево через дорогу 40 метров примерно в общем обошлась длина веревок здесь вот зато дерево видите на какой высоте но если вы думаете что я лазил на дерево вы ошибаетесь у меня есть своя стратегия завязывание таких веревок я привязываю к бутылке с водой и кидаю до тех пор пока она с той стороны дерева не упадет зацепившись там за ствол или за ветку толстую и все потом снизу делаю петлю здесь пришлось высоко сделать потому что здесь дорога и вдруг кто-нибудь на джипе все-таки решит прокатиться чтобы адреналинчику набраться сейчас покажу как тут размыло все дороги во-первых здесь с глиной почва вот ему очень скользко даже в тапочках эти на машинах так тут вообще застревать будут одна за одной на выходные как обычно он смотрите болото все размыло в общем-то ветерок конечно хорошо отгоняет мошку мошки море спрашивали про мошку мошки очень много но ее тут всегда было много а сегодня еще в силу того что солнце выглянуло появились оводы все знают что на уссурийском острове очень много оводов потому что здесь коровник есть не так далеко поэтому уже начали оводы долбить но с другой стороны это предсказатели хорошей погоды значит погода восстановится я стендом немножко не угадал чуть выше надо было но с другой стороны тогда бы он верху мешал потому что в палатке все равно светло и он все-таки я думал что он плотнее будет тень давать не очень плотную тень дает солнце когда сильная тент парусит конечно здесь открытая местность поэтому все время его задирает дергает вырывает мне клинья ну зато ветерок здесь продувает хорошо не жарко да кстати еще умывальник не повесил сейчас я уже там нашел две палки схожу и сюда притащу закопаю и повешив чтобы было комфортно я еще кстати сегодня не умывался но я пойду примутся хорошо в воду вода кстати теплая относительно воздуха вот холодного она была теплее даже ну что наконец-то я в кадре у нас солнышко садится там за тучками он так меня вообще не видно народ уже как понимаете по музыке приехал уже из той стороны встали туда проехать никто не может уже пытались несколько машин там вам нереально проехать но сейчас вот может быть . над нами долбанет дождь вообще теперь погода хорошая на выходные поэтому народ сюда потянется завтра приедут меня поздравлять все сюда я тут вот ладно потом поснимаю это отдельно солнце наоборот в той стороне получается получается что светлее сейчас там в стороне города а тут туча все заволокла я спал целый день спать еще делать купаться так пока не рискнул целиком так помылся только так вот у нас вечереет тут у меня фонтан будет завтра работать на солнце ветерок поднялся сейчас наверно долбанет дождь надо убрать аккумуляторы колонку я уже убрал чтоб не отсырела за ночь тут завтра красота будет у нас гирлянды натянуты кто не знает завтра владимир петровича день рождения так вот у нас тут окопался вокруг палатки завтра будет народу много однозначно сюда много приезжает что каких джипах там не могли проехать то естественно никто туда не сможет проехать вот такой дождь у нас лупанул примерно такой же сильным шел утром пока он долго шел надеюсь эта тучка быстро пройдет только все подсушил сейчас опять как начнет мочить со всех сторон вот так вот но его и обещали на вечер дождь последний заключительный так вот мы тонем тогда какой ливень смотрите чё под палаткой происходит вода река целый день сушил а теперь все зальет опять задолбал этот дождь уже сил нет вот так у нас прошел дождик все на хрен расхерачил потому что когда такой стеной идет конечно тент становится тяжеленной вода хлещет никакие мои подкопы тут не помогли вон полные воды и тут все рухнуло тоже сломала алюминиевые стойки даже там все упало представляете какой ливень был вообще прям стеной сплошной алюминиевая стойка сломана ой господи как он задрал этот дождь уже главное в городе его нет а сюда нам его принесло сейчас буду все натягивать восстанавливать все мои канавки полные воды все что под копы делал все поналил везде ну так он говорю стеной шпарил люди там он в машину вообще спрятались соседи побросали все потому что ливанул капец так ну что 49 день рождения владимира петровича мальчика вовы так вот я надул шарики себе любимому тут у меня мой домашний фонтан со мной приехал солнце работает ждем гостей называется погода сегодня шепчет вообще ужраться вода я думаю будет сегодня теплейшая я сейчас пойду умываться и мыться и оценим воду на небе такая легкая дымка слава богу все батареи солнечные работают зарядить зарядиться сегодня все мое оборудование все мои аккумуляторы и сейчас мне еще два аккумулятора привезут больших ну что начинается день рождения уже стол праздничный готовится и горстаней привезли лодку будем плавать сегодня сейчас еще подъедут гости праздничный стол фонтан не забываем шарики на солнце лопаются один за одним так что к вечеру полопаются все игорь прям поплыли сразу что ли таня скажи вове поздравления все что ли не готовилась а стишок таня почему не подготовила ладно готовь на столе тогда жарко стало я пошел в воду такая свеженькая но надо окунуться то жарко прям солнце капец грязноватая вода конечно в силу того что дожди чтоб прибывает но ничего ой зато не жарко нет это я присел стол накрывается лодка качается хорошая погода сегодня еще был чуть-чуть посильнее бы ветерок чтобы мошку сгонял они приехали столько мошки с собой привезли кстати пока вот здесь по кустам шли ой приволокли а хорошо чё в палатку тань там снизу откройте палатку на солнце их нельзя а чё ты это танюху ой наличие рыбы эхолотом китайские китайские какую-то хрень купили и верят да давайте уже блин ну типа она перевернулась то в жилете то жарко в жилете сейчас будет я еще пойду в воду окунусь вот здесь вот только стекол набил какой-то урок да не уберешь их там много балансирует тут вот глина при входе давайте покрупнее покрупнее ой вода чудная вообще я не знаю вы сейчас упреете спаритесь о как хорошо что-то музыка заткнулась а заиграла что-то на флешке косяк какой-то я уж думал сдохло они далеко от меня мам помаши мама мам помаши в кадре петровна сзади молодец ой хорошо то как погода сильно чудная чуть-чуть ветерка не хватает а так все вообще зашибись что уже все что ли бухнуть так и скажите по делам они приехали а можно таня ну-ка давай красиво на камеру прыжками ну чё и раз приплыли давай да я пропустил до этого то не ныряй вплавь нету даже ауху поймали прошлый раз может быть сейчас вода седьмого придет я думаю с рекой сравняет мы зимой тоже на хапушки тогда катаются только дети на родителей денег нету так жилет только жилет по одному жилет надеваем а то у папы инфаркт будет не 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 мы сразу погорели то они горит там жилет можно убавить до по очереди потому что лодка маленькая тень надо его толкнуть что по стене вышел а чё захар будет задом плыть получается ты развернешь твой мошка падла захар пока ты рулевой тебе так игорь неудобно грести нифига сколько мошки тут что-то да нормально это вонючку надо им дать в лодку брызгалку ага горит съедает там надо было взять брызгалку а я там давал вам там еще есть их много там тася ну ты прям вообще в болотце маленькое и затяни то здесь глина грязь тася ну-ка покажи как ты плаваешь а чё ты так дышишь то тут тут видишь тут глина она сейчас глубоко поскольку сегодня в день рождения мы знаем что он уехал один причем да в такую глушь такую даль он все переживал что есть ходят дитя звери кто-то хлопучку сказал когда-то что есть ходят там медведи это реально такое он мне тоже спрашивал кстати в том году купи себе петарды никого не бойся он не успел купить там туда не успел сюда не успел и мы придумали такую штуку и говорим вова подарок который мы тебе подарим ты не очкуй главное не очкуй ни медведя ни тигра вот прям не очкуй и все это защита от медведя защита от медведя не очкуй тебе есть чем потереться обозрешься будет чем потереться с днем рождения Вова а теперь на фото меня на фото меня илья 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 Он не понимает, там вот это. Да, естественно. И вот сейчас он уже адаптировался. И вот такой этап. И там такое шило, блин. Мальчишка вообще. Аааа. Мы приезжаем. Ааааа. Такой. Постоянно держится. Мари, она тебя боится. Поздравляем. От всей нашей большой семьи. Я вот видишь. Большая семья, помашите. Захар, помашите. Пожелайте всего хорошего. Тася. Илья уже тут пошла речь. А это тебе. Для красоты. И для чистоты. Чтоб умыть. Чтоб умыть. Чтоб умыть. Сейчас посмотрим. Откроем, проверим. Вот Ася к нам пришла. Я думал, что ты со мной захотела. Я все выпила. Захар, береги. Да дольем еще. Сейчас посмотрим, проверим подарок. Перепишем все. Согласно описи, протокол. Подпишитесь потом. Как настроение, Петрович? Скажи. Да нормально. Сколько дней здесь уже? Ну ты там обрежешь? Третий. Ну и как впечатление? Захара накусали сзади. Впечатление? Нормально. Сколько планируешь? Тебе заводят? Посмотрим, как выживу. Тася, видео снимаем. Тася. Злата, видео. Злата, видео. Это ничего не меняет. Не фонтана моего. О, очень красиво. Замыли! Нет, фонтан. Смотри машину. Люша, смотри машину. А как вдруг-то там вас... Ребята, мы с ним рядом. Ребята, мы с ним рядом. Попойду. Что? Нет, я имею ввиду, мы туда, когда плыли. Там все, вот ярко, я прям замерзла. Девка, хорошо. Один монстр. Один монстр. Один монстр. Игорь, молодец! Игорь, молодец! Игорь, да хватит. Все, спасибо. Как это называется, которое я делаю? Дымогенератор. Игорь, молодец. Игорь, молодец. Игорь, молодец! Субтитры подогнали Симон. 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 Уже сели аккумуляторы. Это вдоль берега прошелся до других точек. Здесь вчера был перешей, сегодня его уже нет. Здесь спокойно проходили туда. Здесь люди сделали организованную помойку. вот если сейчас вода туда зайдет все говно что там свалено там свалено за несколько лет столько всего она там вода уже и стоит после дождей вот это все конечно поплывет озеро конечно капец видишь не думают башкой увести же сложный мусор засирают все на свете свои же места где отдыхают видите вода не испаряется в лужах здесь глиняная такая почва поэтому стоит везде влага вода овод задрал скоро красивых мест чистых не останется вообще с таким отношением к природе мало того что здесь лесозона небольшая эту вырубают постоянно вот я с газовой горелкой сижу когда нет дров никто не привозит дрова люди приезжают с пилами начинают живые деревья пилить тут скоро нихрена их не будет уже здесь вот вдоль всего берега с этой стороны с той стороны почему-то не отдыхают там на берег хуже и подъехать сложно а вот здесь все время кучи палаток куча зон отдыха видно где люди были там вот были сегодня ночью уже смотрю уехали для тех кто боится что здесь можно утонуть вообще и не выбраться ну это наверное абсурдно потому что смотрите уровень озера и уровень дороги там очень высокая насыпь то есть основная дорога идет очень высоко поэтому невозможно тут другое дело что машина может к палатке не подъехать это да но не страшно вещи можно переносить до дороги и когда на такси сюда ездил так и делал поэтому палатка тоже очень достаточно высоко чтобы до нее до топила тут должно затопить вообще всю эту местность не думаем что так разольется еще немножко и вода пойдет уже на спад ну должна пойти по крайней мере потому что уже нереально что что озеро с амуром сольется что ли амур аж там далеко за насыпью за лесом там амур прямой то у него нету связи с озером и так думаю вода очень теплая отмашки хорошо в воде спасаться правда тут оводы появляются в палатке днем очень жарко душно ветерка нет сегодня вообще все тихо прелесть моя прелесть и вот над водой долбает долбит сейчас вот где я нахожусь раньше тут песочный пляж был нахрен отсюда падла задрал а то водов не брызгалки не дым ничего не помогает одна рука из воды торчит и голова это умудряются кусок мошки ну такая наша участь на дальнем востоке самый когда купальный сезон много мошки купально отдыхальный поэтому что поделать химикатами брызгаемся дымокур от мошки отгоняем мошку отгоняет комаров как-то не очень у проводов вообще молчу эти твари вообще все ядные на все пофигу ой как хорошо в воде не будешь же в ней сидеть целый день сегодня у меня музыка отдыхает потому что вчера сел аккумулятор пусть он сейчас заряжается слушаем тишину наслаждаемся тишиной красота никого рядом нет вообще такое утро это 4 чем-то утра солнышко восходит как-то не передается краснота солнце перевирает телефон все равно там красное красное солнце комары с утра как ни крути все равно не передает нарушение цвета прям как зеркало вода все отражается небо красиво ну короче обычно вода ночью пребывала на этот раз она стала пребывать днем то есть утром этого не было сейчас она уже вот до первой дороги до нижней дошла поэтому видимо ближайшие дни она так и продолжит пребывать поэтому я принял решение волевое завтра все таки свалить отсюда не ждать не испытывать судьбу как говорится более целая неделя ровно получилось как и здесь нахожусь в принципе накупался на отдыхался что-то стадикам у меня боком опять телефон держит сегодня опять жарко облачность но очень в дымке жарко я надул сегодня ветерок небольшой поэтому я надул сегодня ламзаки сейчас хочу немножко поплавать поснимать оттуда с ламзаков окрестности видите вода уже как под палаткой уже метр остался наверно полтора может быть максимум нет метр с чем-то и уже палатку начнет топить но я не думаю что метр конечно наберется не будем лучше рисковать и тут у меня уже берег можно с берега от палатки выходить и сразу нырять кто ныряет я не ныряю так да тут где-то наверно чуть больше метра башка так но я делал ласты чтобы шустрее то все было это у меня там запасной плывет дебаркадер мой поворачиваться будет сложно ну ладно как так повезет ластами крутить ногами а вообще получается ламзачки мои год лежали без дела с этой пандемии она не год один который в москве ламзак остался у ленки он в турции а эти до лежали в кладовке вода сверху теплая ниже холодная поверхностью теплая даже у берега заходишь когда поглубже и все и сразу прям ледяное маска на воде вообще не боится даже рифтомида летают вот они вокруг так мы гребем и лодку нам не надо блоки мне кстати сидеть неудобно а здесь очень даже красота же покрутимся по солнышку ножка тварина над водой чуи делать мошки как они вообще выживают когда тут людей нет чем они кормятся животных нет особо хорошо прекрасно все равно гребем чуть-чуть заваливает и все упорыл и китайский стадикам ну вот я где-то на середине сейчас там вообще все затопило где раньше отдыхал он там впереди есть еще хороший берег был вернее закрутился вокруг меня второй ламзак запаска отвали с этого берега я фотал как раз здесь вот люди отдыхали что сетки ставить будем шутка там все по затопило поля уже вода пошла классно тут лечь и просто тупо на воде но ветром будет спину дуть меня туда угонит поэтому я вперед немножко сейчас заплыву и меня уже ветерком сюда пригонит главное не опрокинуться чтоб не намочить телефон и не утопить его тем более ну вот и все озеро центр там есть еще там протока длинная не по ней точно не поплыл далеко от моей колонки видите так можно даже вот у меня такой столик импровизированный можно кушать на запасном ламзаки снял я стадикам задолбал он глубина тут час вообще капец тут и раньше были глубокие места когда так вода поднялась вообще сейчас глубокое озеро стало очень может поэтому рыбаки ничего не ловят не хватает сетей до низа погода сегодня чудная облачно для батарей для моих плохо вот колонка может максимум на такой громкости играет от солнечной панели громче делаю она отключается я сегодня голову помыл побрился процедуры все как положено чистка зубов не души а белья и рыбы и мошки я русал кстати давно ласты не одевал они мне были малые ну наверно когда долго плаваешь они ноги стягивают сейчас ничего вроде я хотел тут оставить выкинуть тяжелые только они девочка танцует это все было но смысле не было воды тут это берег был все утонул сухое дерево кстати сухостой плывем к одному берегу который там сзади ой рукой закрыл не вижу наверно попал это я в турции пришел когда на пляж почему-то ламзаки так и не вошли популярность вот даже на турецких пляжах что я был единственный с ламзаком потом одного мужика увидел я тоже ламзак ну это очень удобно во первых можно без лежака прийти и завалиться во вторых он еще и под на плаву держит женщина ко мне подходит говорит ну вы конечно наглый я тут два часа этот несчастный а этот как у нее был лебедь такой надувной для детей знаете большие есть такие надувные нагреть я его два часа тут ртом качаю а вы тут пришли ветер поймали пять минут и уже надули я говорю а вот ламзак очень удобно когда ветерок есть по ветку ветру его ставишь и он надувается сам но когда ветра нет бегать с ним бесполезно не надуете поэтому сегодня ветерок погода хорошая так тихим сапом мы доплыли до своего родного берега вот она моя база отдыха пожидаевка база отдыха тут я щас плыву здесь вообще был песчаный берег вот здесь где-то вот досюда аж это уже после берега шли кусты к вечеру уже дорога первая нижняя подтоплена не бойтесь там-то очень высоко дорога это еще не все но мало приятного конечно до палатки там уже не так много вон они на надувной поехали если они рыбачить то напрасно это дело солнышко садится сегодня целый день у меня крутит два а три три поста в instagram и никак не может загрузить вот такой здесь интернет молодежь приехали на лодке сейчас катались не знаешь на чего и не нет возможно уедут вообще уже пора уезжать если они хотят уехать уже кое-что начал собирать все самые вкусняшки съедаю чтоб не тащить их домой воды дофига осталось всего короче еще дофига мне еще бы спокойно на неделю хватило обещали сегодня дождь дождя сегодня не было ну все вода уже затопила эту дорогу за мной приехала служба спасения я туда мечки перетаскал нет он решил проехать здесь по всем этим лужам погальмовал но выехал как обратно будешь ехать ты мне скажи так вода уже тут метры затопит и это но я думаю такого не будет мешки все уже там на дороге стоят поймут поэтому так мало здесь так вот воды но вода теплая я купался сегодня три раза потому что жарко пока складывался дождь хлистал еще сейчас палатку быстро в мешок соберу потому что дома и и стирать все равно не до складывания на все равно все сырая танки грязи не боятся но тут ты вообще ли в легкую выехал ехал туда по другой дороге и там он подсел погаем погальмовал так если вы думаете что у меня одна палатка с двумя мешочками нихрена вот оно мое все основное я уже сюда перетаскал все покидаем недельно нажитое место там ребята тоже уже уехали что игорь там гальмует машину загрузил капец камни эти кстати вот такого гранита здесь очень много красивого здесь только его подожгли как-то вдоль всей насыпи такой гранит видите как высоко это дорога насыпная поэтому чтобы ее затопило но это нереально тогда весь хабаровск вообще должен под воду уйти чтобы затопило тут там амур фу машки ужас сегодня они любят такую погоду не жаркую влажную озера разлились капец там куча всего теперь много-много озер и 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